Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компаний Skyway. И сегодня мы проводим очередной вебинар. И как правильно написал Павел, пристегнулись. Почему? Потому что вебинар у меня ненормальный. Вебинары я провожу больше такие, возможно, мотивационные. Для кого-то мотивационные, для кого-то, может быть, нет. Но так или нет, хотите вы этого, не хотите вы этого, или мы хотим, не хотим этого. Но, знаете, как говорят, надо что-то говорить. А что говорить? Что говорить? Люди говорят, а что, как уже, уже 15 дней, даже больше, нет никаких новостей, дорогие друзья, затишье перед бурей. Помните, на прошлом вебинаре, на позапрошлом, первый вебинар, когда, по-моему, 3-го числа я открывал. Ну, так получилось. И вот действительно, о чем говорить? О чем говорить? То, что вы видите, то, что вы слышите в новостях и так далее, в чатах, то, что печатают. Ребята, затишье перед бурей. Поверьте мне, что это так. Можете не верить. Можете мне не верить. Можете просто проанализировать и понять. Простую вещь. Почему Анатолий Довальевич Юницкий, почему Виктор Игоревич Бабурин, почему ничего не пишут? Потому что та информация, которая будет в ближайшее время, она может многих шокировать в хорошем смысле слова. И это не значит, что завтра же мы получим кучу дивидендов, завтра же мы обналичим все наши акции и станем мультимиллионерами. Но послезавтра возможно быть. Хотим мы или нет, но так, для Вячеслава дезинформация. Любушка, я что-то не понял. Для Вячеслава или дезинформация? Или что? Ребята, пишите, то есть, вернее, вопросы готовьте. Чуть позже я на вопросы отвечу. Если смогу, то отвечу. Не смогу, значит, я вас отошлю к тем людям, которые смогут на этот вопрос ответить. Итак, дорогие друзья, сегодняшний вебинар посвящен прежде всего тому, что месяц у нас уже наполовину прошел. И то, чем я занимаюсь сейчас в офисе, я сейчас нахожу в Челябинске, я еще говорю в Челябинске. По идее, я должен быть уже в Крыму, потому что Андрей Коробко, это наш лидер в Крыму, он меня просит как можно скорее прилететь в Крым. Но опять же, приоритеты. Почему мы выставляем приоритеты? Почему не в Крыму, а здесь? По одной простой причине, что у меня моя милая, любимая женщина, моя жена сломала себе руку. Вернее, так вывихнула, что я должен 45 суток быть дома и готовить, и кормить, и убирать, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот так случилось. Наверное, знаете, ничего случайного не бывает. И можно я расскажу такую байку, не относящуюся к делу, может быть, но, что интересно, это было 3-го числа, я уехал в офис, там 1-го, 2-го офиса не работал, я приехал в офис, через час буквально звонок из дома. Гриша, срочно привези мне ключ. То есть я, выходя из дома, забрал оба ключа, два комплекта ключей забрал, а ей подруга позвонила, у них традиция гулять каждый день. Она говорит, я не могу выйти из дома. Почему? Потому что ключи все у тебя. Я говорю, ну, давайте, может быть, до вечера сегодня не погуляйте. Она говорит, нет, вези ключи. Я вызвал такси, а я без машины, потому что Гузелечка уехал на машине, на нашу вообще, в Минск, и еду домой, приехал домой, отдал ключи, тут же развернулся на такси, вернулся обратно. Ровно через час звонок. Ты знаешь, вот, ты помнишь собачку белую, собачку белую, которая у нас во дворе, там, дворняга такая, с белым пятном, кстати, с пятном, с черным пятном, белая собачка на носу. Я говорю, да, помню, что, ты знаешь, она вот ходила меня и несколько раз меня дергала за правую руку. Я говорю, и что? Ну, ничего, вот что-то как-то странно. Я еще так пожурил, я говорю, нельзя так делать. Она села, остановилась на меня пару раз, гафнула и ушла. Проходит еще час, звонок из дома. Говорит, Гриша, срочно приезжай домой, у меня беда. Я уже, что случилось? Она говорит, я сломала руку. А к чему я это рассказываю, знаете, дорогие друзья, к тому, что, вот, знаете, знаки, не то что приметы даже, а знаки, которые, вот, хотим мы или нет, но они в жизни присутствуют постоянно. Единственное, что уметь читать эти знаки и понимать эти знаки, это, ну, это, наверное, ну, кто, ребята, я наверняка знаю, что кто-то из вас занимается подобными методиками. Вот уметь читать знаки, понимать знаки, расшифровывать знаки, это, наверное, искусство. А вот это простейшее направление. Первое, тебе сказали, не выходи из дома, даже ключи забрали. Второе, тебе собачка говорит, что за правую руку дергает. Вот что-то такое, что-то, почему именно за правую руку? Я никогда не дергала, подергала. Третье, свершилось. Сколько можно предупреждать, это де-факто есть. Опять же, к чему? К тому, что сейчас, в данный момент, находясь в Челябинске, люди уже привыкли, что я больше в Крыму нахожусь, как бы реже приходили в офис, а теперь приходят каждый день, и очень много наших партнеров, не только с моей командой, со всех команд, из головной компании, и с фонда Ховратова Андрея Федоровича. И все абсолютно заданы одним вопросом. Ой, когда будут новости, суперновости? А курс биткоина супруга предсказать может? Родион, вот честно скажу, в принципе, она все может. Она суперматематик, кстати, она дважды лауреат премии Сороса. Кто помнит еще в советское время Сорос, она дважды лауреат математик премии Сороса. Но она предсказывать не любит, она как Виктор Тарасов. Она может сделать аналитику и что-то сказать такое. Так вот, дорогие друзья, по поводу вот этих знаков. Вот за эти буквально, ну не 15 дней, а за эти 10 дней, я бы сказал, начиная, скорее всего, с 5-го числа, приходили люди, и приходили те люди, которые зарегистрированы у меня в личной команде, и не только у меня в личной команде, которые прошли огонь в воду, медные трубы, потеряли деньги практически все, какие у них были. Результат очень простой. Я не говорю, что все это плохо, я приветствую рисковых людей, и об этом мы сегодня еще поговорим. Но суть дела заключается в том, что соскамился вот этот проект, соскамился этот проект, соскамился этот проект, и они приходят сюда, спрашивают, ну что у нас, какие новости, когда мы начнем получать дивиденды. Ребята, начнем. Кто меня хорошо знает, кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь, но кто меня знает хорошо, те понимают, что зарабатывать деньги я умею и люблю. Вот именно зарабатывать деньги, но не ради денег. А я зарабатываю деньги для того, чтобы, ну, хотим мы или нет, это, наверное, неправильно. Говорят, нет, точно неправильно, а может быть правильно. Для того, чтобы доставлять этими деньгами, доставлять радость близким людям, знакомым, друзьям, вот просто близким людям. Это не значит, что разбрасывать просто их не глядя, но это очень бывает приятно, когда есть чем порадовать близкого человека или знакомого, или поощрить, или вот что-то такое. Ну вот, как говорят про меня, как мастер Куду сказал, ты эгрегор денег. Ну, наверное, да, такое есть. И не только я. Среди тех, кто присутствует здесь, я знаю многих людей, которые точно так же являются эгрегорами денег. Да, Юра Зубер точно говорит, что знаки говорят, что скоро будет большое событие. И вот это понимание здесь и сейчас, получай здесь и сейчас, живи здесь и сейчас. Но кроме получай здесь и сейчас, значит, если мне сегодня на вложенные деньги не выплатили дивиденды, вот просто я ничего не сделал, я просто вложил деньги, должен получить дивиденды. Это, по идее, хорошо. Но понимание, куда вы вложили деньги, кому их доверили, команда людей, кому их доверили, вот это имеет самый, наверное, основной момент, такой, знаете, определяющий момент. Кому? Если вы не знаете, кто является админами, если вас приглашают какие-то проекты, где непонятно, кто управляет, где непонятно, что это за люди, ну, дорогие друзья, ну, задумайтесь, только потому, что вам предложили зарабатывать там, условно говоря, тысячу процентов в день, ну, наверное, ну, стоит задуматься. Уже мы прошли такую школу, и для вас будет не секрет, я думаю, что вы знаете, что я был темником в МММ у Мавроди Сергея Пантелеевича, и его очень уважаю, но его идея пережила время. То есть она, мы психологически не готовы к тому, чтобы в этом участвовать, не готовы. Вот. Я могу еще много назвать проектов, где были возможности зарабатывать огромные деньги. И кто меня знает, говорю, получше знаете, что рекорд у меня был почти 300 тысяч долларов за первый месяц. Просто вошли в проект и заработал я 300 тысяч долларов за один месяц. Да, да. Но почему я нахожусь здесь уже 4 года? Не просто нахожусь, а рассказываю, показываю людям о том, что это такое. Людмила, ближе к делу, а именно по Skyway. Можно услышать или нечего сказать. А я про Skyway и говорю, Людмила. Я говорю про Skyway. По одной простой причине, что вы что хотите услышать. Напишите вопрос, Людочка, что вы хотите услышать. Напишите вопрос, я конкретно на этот вопрос отвечу. То, что Алексей Суходоев сейчас, он сейчас находится в Челябинске в данный момент, но суть дела в том, что ему действительно спать некогда. Почему? Потому что он занимается именно отцифровкой наших адресных проектов. Он готовит те ICO, которые в конечном счете могут резко продвинуть нас к тому, к чему мы идем. Не только в плане денег, но и в плане самой идеи. Почему? Да потому что, наверное, 99% людей пришли не на деньги в Skyway, а на идею. Те, кто приходил на деньги, за это огромная благодарность, они вложили какую-то сумму, даже не маленькие суммы, и забыли про Skyway. Я вот буквально только что, за 15 минут до начала вебинара, общался с человеком, очень уважающим, которого человека уважаю, но у него свои приоритеты, у него свои задачи, у него свое. Вот здесь и сейчас ему нужно что-то. Нужны финансы здесь сейчас и большие. И он больше внимания уделяет другим проектам. Но он однажды вложил и очень немаленькую сумму в Skyway. И это огромная благодарность. А наша задача, Людмила, я считаю, что наша задача всех абсолютно, какие бы вебинары мы ни проводили, вы знаете, принцип проведения вебинаров. Первое. Самый хороший вебинар – это тот, который вовремя закончился. Или презентация, которую вы проводите, или спикеры проводят, самая хорошая презентация, которая вовремя закончилась. И самое главное, что люди слышат, это то, что они слушают в начале, и то, что слышат в конце. То есть два таких момента. Вот то, что в начале услышали, и то, что услышали в конце. То, что я сегодня в начале начал говорить, это я думаю, что вы услышали. Если запоздали, ребят, приходите вовремя. Но суть дела, в самом конце, я скажу и повторю еще раз, наша задача – поддерживать финансово наш проект. И при этом это не альтернатива, а самое главное – это как у меня очень милая, немолодая дама, инвалид, в Москве на выставке транспортной недели России, вот ничего не зная практически, буквально за пять минут послушав, посмотрев на выставки в гостином дворе, она сказала, я поняла вашу идею. То есть это примерно как финансирование, как примерно членские взносы. То есть мы вносим деньги для того, чтобы это состоялось, для того, чтобы это стало, чтобы это де-факто было. Вот понимаете, было. Каждый как Юра Зубер, Юра Зубер, сейчас я ему дам слово, вот Юра Зубер правильно привел пример, каждый вложенный доллар в ближайшие 50 лет как минимум спасет одну человеческую жизнь. А я бы сказал, что еще добавил не я даже, а это аналитика. И те последние материалы, которые есть в новостях, это то, что говорится о глобальнейшей идее Анатолида Аченицкого, это то, о чем говорит, что происходит на планете, что планета мстит нам за ту безалаберность, которую мы создаем с помощью нашего безалаберного транспорта, который свою работу сделал. Он сейчас должен уступить место другому транспорту, экологическому, безопасному, экономичному и так далее, и так далее. Вот к этому я иду. Но если мы все будем наблюдателями, то в конечном счете, дорогие друзья, хотим мы это или нет, но это будет, но будет позже. Это будет позже. И вот здесь вспоминаю, как вспоминают даже один из богатейших людей в мире и в Китае, это, господи, Джек Ма, основатель Али Баба Групп, как он говорил, бедных людей удовлетворить труднее всего. Если мы даем им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка. Если мы скажем им, что это лишь небольшие инвестиции, скажут, что много не заработаем, скажете им ложиться по-крупному, скажут, что у них нет денег, скажете им попробовать новые направления, скажут, у нас нет опыта. Скажете им, что это традиционный бизнес, скажут, что это тяжело делать. Скажете им, что это новая модель, вообще новая, скажут, пирамиды. Пирамида. Скажете им открыть магазин, скажут, не будет свободы, я должен следить за деньгами, за работниками и так далее. Скажете им начать вообще новый бизнес, скажут, что нет доказательств, что этот бизнес пойдет. Это, знаете, такое действительно интересное мышление, и это не осуждение, это де-факто нам привито, нашими родителями, нашим окружением. Вот здесь очень большое внимание надо обращать на свое окружение. Если вы постоянно обращаетесь с негативными людьми, значит, вы сами станете таким же. Если вы постоянно слышите, что это, когда осуждают правительство, осуждают администрацию, чиновников и так далее, но ничего не предлагая взамен, вы станете таким же. Бизнесмен Дмитрий Потапенко расцветил весь проект Skyway. Замечательно, чудесно, Олег, здорово, здорово. Чем больше критики, тем лучше для нас. Почему? Да потому что критиковать можно только то, что имеет вес. То, что выходит на рынок. То, что раскритиковать можно что угодно, но мы уже получили де-факто. Вот понимаете, как Сибиряков Сергей Анатольевич правильно сказал, если кто-то в это не верит, ребята, вот дверь, пожалуйста, на сюда не верьте. А критиковать можно все, что угодно. Кто-то критикует, а кто-то делает. Вот кто-то критикует, а кто-то действует. И тем более, что Потапенко, это очень интересный человек. Да, абсолютно верно, Станислав. Стас, спасибо. Тогда, когда ничего не было. А теперь де-факто мы прошли, я не говорю даже, вот если сказать про Россию, ребята, мы получили сертификаты соответствия. И как там был интересный ролик по поводу того, что, а что это за сертификаты и так далее, и так далее. Прежде всего, сертификат соответствия говорит о том, что этот транспорт имеет место де-факто быть, уже быть городской и прогулочной. Все. Вот это сертифицировано, можете строить. Все. И никто вам не предъявит никаких претензий. Де-факто это есть. И если те люди, которые никогда не общались с чиновниками высокого ранга, и те люди, которые не занимались адресными проектами, этого, может быть, не поймут. Но я вам объясняю, ребята. Мы прошли огонь, воду, медные трубы совместно с Андреем Коробко, с ребятами, но прежде всего я говорю про Крым, точно так же, как про Челябинск, администрация Челябинска подписала соглашение, и теперь наша задача с Алексеем Суходоевым и с теми людьми, которые нам здесь помогают, довести это до логического, скажем так, применения. Но это не значит, что построить пилотную трассу в один километр, затратить огромные деньги и показать, что это будет. Почему? Потому что нам нужна коммерческая составляющая. Это слова Виктора Игоревича Бабурина, прежде всего. Не просто километр, там 30 километров построить скоростной трассы, тупиковой, а чтобы дальше уже было продление этой трассы еще на тысячу, на десятки тысяч километров. Вот это основная коммерческая составляющая. И хотим мы или нет, но опять же, это слова Бабурина Виктора Игоревича, о том, что, а послезавтра вы спросите, а где наши дивиденды? Ведь мы построили же километр трассы в деревню Пупкино, где в месяц проезжает пять человек. Да, мы его построили. Если мы это построим за государственный счет, ради бога, ради бога. Но если мы хотим еще и при этом иметь и финансовую составляющую, дорогие друзья, то прежде всего мы должны строить коммерческие проекты, которые не только помогают в плане экологии, но и в плане финансовом, для нас прежде всего, для инвесторов. Почему? Потому что не будем лукавить, что очень многие люди у нас пришли и на эту идею пришли на идею Андрея Дальше Ницкого в немолодом возрасте. И они хотят, ну, хотя бы, ну, это не только они хотят, но и мы все хотим, и я хочу того, чтобы это было при моей жизни де-факто. И не просто это было, а чтобы мы могли перемещаться безопасно, комфортно, экологично, красиво, и при этом осознание того, что кто уже внесен в музей славы, помните, да, огромный потолок, я не помню, сколько там сот тысяч человек нанесено фамилии тех людей, которые начали финансирование в 2014 году еще. В 2014 году. И вот этим людям, конечно, респект, огромнейший респект. А те, кто новые приходят, дорогие друзья, вот для вас де-факто, де-факто сегодня уже, я не знаю, составляющая такая, финансовая составляющая, увеличение ваших вложений в течение ближайших двух, опять же говорю, двух-трех лет, я говорю, это уже третий год. И это тоже не обман, это не ложь, это так есть. Почему? Потому что если бы финансовая составляющая, то есть финансирование проекта было вот на таком глобальном уровне, чтобы мы закрывали все хотелки, то мы бы, наверное, уже вообще по графику, вот сейчас семнадцатый год закончится, это все уже прекращение продаж акций корневой технологии и подготовках выхода на IPO. Но благодаря тому, что, ну, это тоже опыт, и он тоже нужный опыт, благодаря тому, что мы этого опыта набрались в Литве, и мы не осуждаем, почему? Потому что сейчас в Литве, Литва, Латвия, Эстония, вообще прибалтийские страны, европейские страны дают самые большие инвестиции, ребята, самые большие инвестиции. И, а то американцы на бизнес наедут, Андрей, да, да, поосторожнее, мы все осторожничаем, не надо осторожничать, в конечном счете, а просто делать дело. Если мы делаем благородное дело, где бы мы его не сделали, в Крыму, или в Приднестровье, или же, я не знаю где, в Донбассе, это, ну, это нам будет плюс 7, плюс, что мы это сделали. Ой, сколько сегодня всего. Олег, а давайте сейчас я буду немножко на вопросы отвечать. Сегодня у меня довольно-таки сумбурный вебинар по одной простой причине, что вот сегодня днем приходили у меня, ну, дай бог памяти, человек 15 было. Из них половина людей были, те, кто либо соскочили с рассрочек, и просмотрев последние новости, и так как у нас в Челябинске сейчас, ну, благодаря, к сожалению, не к сожалению, это нормально, благодаря Хаврату Андрею Федоровичу, его команде, у нас в Алмазе появился такой, знаете, макет 1 в 10, это крупнейший, один из крупнейших торговых центров развлекательных, люди приходят и говорят, о, а я увидел вот там вот то-то, и это тоже здорово, это замечательно, хотя все это надо делать осторожно, сейчас уже осторожно можно, это не то, что осторожно, чего-то, почему, потому что практически, мы уже давно практически работаем, и в России тоже абсолютно легально, единственное, что по тому же Челябинску, у нас еще не открыто, ЗАО или ООО, там, Южный Урал, допустим, Транснет, да, но оно будет открыто, я думаю, что в ближайшие полгода, максимум год будет открыто в любом случае, по одной простой причине, что, по одной простой причине, что, ну, в числе первых, вообще все это мы начинали, первый вебинар, крупнейший, проходил в Челябинске, это не хвастовство, но так оно, де-факто, было, точно так же, как первый договор с администрацией, такой глобальный, был заключен здесь, в Челябинске, вернее, в Москве, но с Челябинской администрацией, это первый зам губернатора, Руслан Усманович Гатаров, вот, точно так же, как у меня на стене, здесь вот, 62 диплома, которые мы получили еще, осенью, 14-го года, это участие, первое вообще участие в выставках, по группе компании Skyway, и мы это первое участие проводили, Алексей Сукудоев, я, Евгения Баклунина, Ольга, Хлызова, это Гузель Магасумова, я просто представляю тех людей, которые работали, вот именно в этом направлении, и это тоже здорово, хочется это вспомнить и отметить в дальнейшем, так, итак, есть ли официальные статисты, сколько уже акционеров всего, количество акционеров целиком по группе компаний Skyway, я бы так сказал, активных акционеров, это, я думаю, что по моим прикидкам, порядка 500 тысяч, то есть, это головная компания, это фонд Capital, это и фонд Андрея Федоровича Хавратова, а суммарно партнеров зарегистрированных, их уже около 2 миллионов, так вот, эти оставшиеся 70%, я бы сказал, это, ребята, это наша работа, это в ваших офисах, в статистике, там, в головной компании, у Андрея Федоровича Хавратова, это те люди, которые зарегистрированы, но еще не взяли пакеты по одной простой причине, что что-то им не донесли, или во что-то они не поверили, сейчас уже ничего доказывать не надо, де-факто мы уже получили сертификаты соответствия, то есть, вот это предварительные данные, это примерные данные, далее, IPO, это уже каменный век, даешь ICO, ну, Виктор, по поводу IPO, либо же ICO, и что быстрее, а что дольше, вы, с одной стороны, вы абсолютно правы, с другой стороны, 21 числа, Виктор Тарасов прилетает из отпуска, и в конце месяца будет объявлено, хотите, придите на обучение к человеку, который, ну, действительно, о финансах знает все, и, кстати, по криптовалюте, и по ICO, то же самое знает, ну, поверьте мне, очень и очень много, и человек, который очень дорожит своей репутацией, так вот, что первично, что вторично, первично ICO, но это понятие появилось буквально вот недавно, почему Алексей Суходоев сейчас и занимается, исключительно, именно ICO, подготовка к выходу на ICO, но как это будет выглядеть, ребята, чуть-чуть позже, завтра, кстати, будет вебинар Алексея Суходоева и Сибирякова, Сергея Анатольевича, где они, опять же, будут затрагивать эту тему, приходите, пожалуйста, послушайте, перейдем к концу января на 11 этап, вы знаете, Леночка, по поводу перехода на следующий этап, мы обычно говорим так, и это правильно, надо говорить, то есть, ну, не то, что говорить, а как бы правильно нам создавать такой, знаете, небольшой здоровый ажиотаж, и это нормально, небольшой здоровый ажиотаж, почему, потому что мы подгоняем, не просто так подгоняем, а к пониманию того, что этап может объявиться, буквально завтра объявит о том, что переход на следующий этап, объявляют обычно заранее, хотя бы дней за 10-15, так что я думаю, что, я думаю, я думаю, что вот эти все праздники, они все-таки, ну, хотим мы или нет, но и Анатолий Дуальевич Веницкий немножко отдохнул, надеюсь, и с надеждой, с женой, и с семьей, и наши лидеры отдохнули маленько, кто-то уже вернулся из опыта, кто-то, я знаю, будет в 20-х числах, но хотим мы или нет, дорогие друзья, чуть терпения, как только перейдем на 11 этап, я сразу вам говорю, Лен, я бы хотел, чтобы дольше не переходили, по одной простой причине, у нас есть шанс еще дополнительно поиметь акции, с хорошим дисконтом, 11 этап, дисконт уменьшится опять же, на 30-50%, то есть, меньшее количество акций мы получим, дальше, Юра, сейчас, секунду, в смысле, все акции нужно уурнировать, и накупать токенов, и ждать ICO, а Павел, нет, нет, неправильно, неправильно, почему, потому что, вот здесь понятие, как это будет выглядеть, ну, прежде всего, на этот вопрос ответит, конечно, Алексей Сукадоев, но я вам скажу, что ICO запускается, прежде всего, для того, чтобы ускорить поступление финансов, и дать нам шанс, нам шанс, всем дать, если у вас будет, такое желание обналичить свои деньги, какие-то, но не акции, которые вы купили, то вы можете взять, то есть токены, приобрести токены, в дальнейшем, вот в дальнейшем уже, эти токены дадут дополнительно, мощнейшую преференцию, для тех, кто уже является акционером Skyway, ну, еще не акционером, а владельцем доли Skyway, это будут дополнительные преференции, но это не значит, что уровни, я немножко не понял, смысл всякого уровня, кинокопить токены, и ждать ICO, пока что ничего, ребята, не предпринимайте, это как, знаете, когда в воскресенье, я объявлял внеплановый вебинар, Могосумова и Гузель, по урокам финансовой грамотности, вы знаете, она, я думаю, вы все в курсе, что Гузель, только что вернулась, с похода по Средиземному морю, на яхте «Штандарт» Петра Великого, деревянная яхта, где она действительно, она дополнительно научилась вот этой командообразованию и работе в команде, и об этом, я думаю, она на следующем вебинарах еще расскажет, но суть дела заключается в том, что, почему я все это говорю, вот знаете, причина, то есть, основа, основ заключается в том, что ICO, ICO – это дополнительный инструмент, который появился недавно, вот его не было, понимаете, а конечная цель в любом случае будет IPO, там, где будет действительно глобально невероятно, супер, супер невероятно, ICO – это замечательно, это, чтобы у вас было понимание, ну, такое простое понимание, что такое ICO – это то же самое приобретение долей чего-то, долей чего-то, и при реализации чего-то, какого-то проекта, какого-то направления, вы ожидание, как Виктор Тарасов говорит, покупай на слухах, продавай на фактах, но это, возможно, шанс, возможный шанс, очень мощный шанс, резко увеличить поток инвестиций непосредственно в Skyway, вот это самая главная мысль, вот это самое основное, Александр, и вы тоже правы, и вы тоже правы, и все новейшие направления, все они анализируются, готовятся командой Алексея Суходоева, с одной стороны, и с другой стороны, это Виктор Тарасов и Магасума Агузель, поэтому вот эти все инструменты вы узнаете, и это обучение при желании конкретно от профессионалов разложить так, чтобы не говорите мне, что такое зюит вес или зюит осли, что-то такое, вы говорите, покажите мне направление, куда мне двигаться, вот примерно это так будет выглядеть, это обучение. Так, нет, искажения, так, Юрий, держите микрофон, ну, еще рано, наверное, IPO и ICO привлекают до финансирования, абсолютно верно, абсолютно верно, Виктор, вы абсолютно правы, дивиденды будем получать на долю, независимо от IPO, дивиденды, Виктор, по поводу дивидендов, это тогда, когда, ну, вот, сейчас я скажу, только, пожалуйста, не говорите потом, что это я сказал, и все, но это был такой момент у нас, когда Янатолий Братчиницкий, я думаю, что это сделает в любом случае, первые же транши, которые пройдут, вот в этих траншах будет заложена частично наша прибыль, частично наша прибыль, хотя это еще, вот заметьте, ничего не построено, но, но, как я приводил пример, со строительством, ну, чего угодно, дома, чего-то еще, вот, вот есть смета, в этой смете заложено у нас амортизационное числение, наша прибыль, и так далее, и так далее, много чего, но прибыль, и акционеров, то же самое будет учтена, если это будут даже минимальные дивидендики, которые, все будет зависеть от количества акций, которые у вас есть, если это будет сделано, это, хотя, я думаю, что это будет сделано, это будет, конечно, здорово, это такой, знаете, хороший маркетинговый ход, помимо того, что, хотя, лучше бы, конечно, все деньги запустить в производство, но это надо сделать, это надо сделать, почему, потому что люди, как бы, ждут, 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 но если мы инвестируем грамотно, небольшими суммами, то мы понимаем, в конечном счете, выхлоп может быть, действительно, превысить все мыслимые и немыслимые ожидания, чего я всем и желаю, Юрий, не жмите, айпио, и все, предупреждает дополнительные финансированные проекты, абсолютно верно, так я ответил на этот вопрос, ну и давайте, ребят, с вашего, с вашего пожелания, что ли, я предоставлю слово, все-таки, Юрию Зуберу, почему, потому что он молодец, он не боится, блядь, брать слово, как некоторые, он берет слово, он говорит, он высказывает, свое видение, и это очень здорово, это большая ответственность, в то же время, это большая благодарность моей стороны. Юра, тебе слово. Бери микрофончик. Добрый вечер, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно, и как видно, это самое главное сейчас, плюсики вижу, это хорошо, значит, можем продолжать, еще раз, огромная благодарность, Григорию Михайловичу, что он мне дает, практически всегда, слово, когда я прошу, я сегодня, вот о чем, хотел сказать, что, вот с чего, начал свой рассказ, Григорий Михайлович, такого, ну, не совсем лирического, а жизненного, отступления, как знаки, которые подает нам, судьба, и которые мы, либо можем, расшифровывать, либо умеем, расшифровывать, либо не умеем, расшифровывать, так вот, я хочу сказать, о тех знаках, ты не бережешь, наши уши, надо тише сделать, пожалуйста, я, я могу сделать тише, то есть, это не проблема, так вот, о знаках, о знаках, которые, есть в Skyway, прочти выше, и так, какие же знаки, у нас есть, в Skyway, почему я написал, что, в этом году, то есть, 2018 год, это будет год, год Skyway, потому, что, до этого времени, с 2014 года, уже, достаточное количество, знаков, от Skyway, поступило, во-первых, так, держите микрофон, чуть в стороне, не глотайте его, хорошо, хорошо, Федор, так вот, в 2014 году, началось все, как вы помним, с небольшой команды, а пришло к тому, что, на сегодняшний день, уже более, команда, именно, только одного предприятия, ЗАО «Струнные технологии», которые находятся в Беларуси, уже больше 400 человек, это конструкторы, очень квалифицированные инженеры, и так далее, с этого времени, уже, как минимум, два профессиональных фонда, привлекает, кроме главной компании, привлекает инвестиции, и уже отработаны системы, и привлечения инвестиций, и отработана схема, и рекламы, и маркетинга, и поощрения, кроме того, сами конструкторы, инженеры-конструкторы, которые работают, ЗАО «Струнные технологии», их тоже квалификация растет, и, если вспомнить, что было в 2015 году, когда мы только получили землю, в Белоруссии, то там был, заброшенный, пустынный участок, на котором был до этого танковый полигон, а сейчас, это цветущий, можно сказать, почти город-сад, кроме того, мы сейчас имеем уже, несколько видов транспорта, которые не просто ездят, они уже возят пассажиров, они имеют на это право, они имеют сертификации, кроме того, мы действительно имеем уже, сильные команды за рубежом, это и Европа, это и Индия, и Австралия, и Индонезия, понимаете, это все знаки, вот такие же знаки, которые были у Григория Михайловича, именно, когда его жена выходила на улицу, только эти знаки, надо уметь читать, и вот чем отличается, именно, профессиональный инвестор, от непрофессионального инвестора, профессионал эти знаки, умеет читать, вот, и их очень много, я же не все назвал, то, что, какие знаки были с 2014 года, до сегодняшнего дня, это и переговоры, которые велись на самом высоком уровне, и выставки, на которые принимал участие, группа компаний Skyway, и много-много других знаков, для профессионалов, это сигнал, на самом деле, и не один сигнал, что сейчас, на данный момент, акции, вернее, доли компании Skyway, недооценены, а потенциал их роста, огромный, и я не даром, на прошлом вебинаре, сравнивал, Skyway, это некорректно, сравнивать Skyway, с биткоином, я сравнивал по одному, что первые 5 лет, в биткоин никто не верил, его не покупали, он стоил очень дешево, а потом, по экспоненте, пошел очень резкий рост, и в 2016 и 2017 годах, мы видим, как вырос и биткоин, и криптовалютный рынок в целом, это о чем говорит, Юра, короче, с удовольствием, я просто заканчиваю о чем, что те знаки, которые были в предыдущих годах, говорят о том, что в ближайшее время, технологии Skyway ждет прорыв, а насчет дивидендов, но это уже будет зависеть от того, как мы все сработаем, но в принципе, у меня сегодня на этом все, я верю в том, что 2018 год будет прорывным Skyway, все знаки, о которых я перечислил, и которые я не перечислил, говорят об этом, вот в принципе, все, спасибо за внимание, по поводу того, что курс криптовалют рухнул, все рухнуло наполовину, как говорит Родион, но дело в том, что в криптовалюты, они ничем не подкреплены, поэтому там очень высокая волатильность, у нас волатильности такой не будет, если вы не первый год в Skyway, то вы знаете, что наши доли растут в цене, плавно, но постоянно, плавно, но постоянно, и с каждым этапом рост чуть-чуть увеличивается, поэтому экспонента будет у нас очень хорошее, но таких провалов, как в криптовалютах, не будет, потому что наши доли и наша криптовалюта, которая, я уверен, выйдет в 2018 году на рынок, она будет подкреплена технологией. 90% криптовалют не подкреплены ничем, потому очень высокая волатильность на рынке, а наша криптовалюта, она будет стабильной, потому что у нас есть технология, которая развивается и будет еще больше развиваться, поэтому вот буквально посмотрите, 2018 и 2019 год, он такие даст показатели, что вы сами будете удивлены, как это будет. Я не могу сказать, допустим, что мы обязательно там через месяц или через год баснословные дивиденды получим. Этого может не быть, это может быть по времени немножко растянется, а может и не растянется, мы посмотрим, но то, что дивиденды будут и то, что рост наших активов, он будет стремительным в 2018, 2019 и 2020 году, это я думаю, что дай бог мы встретимся там через год, два или три, я думаю, вы вспомните мои слова. Еще раз спасибо. Пожалуйста, Григорий Михайлович, включайтесь. Всем, да. Благодарность, раз, два, три, меня слышно, ребят, в остатке плюсики еще раз, что слышно меня и видно. Спасибо большое. Дорогие друзья, вот я не знаю, кто-то из вас был на моих вебинарах, допустим, в рублике, или же может, get one, get four, или где проекты, те мои проекты, и может быть не мои проекты. Я всегда люблю представлять слово людям. Вот не бойтесь брать слово, ребята, не бойтесь. Вот Виктория, кто-то еще, кто, ребята, приходит, берите слово, говорите. Почему я Юрик даю слово? По одной простой причине, он не боится этого. Во-вторых, понимание. Вот, дорогие друзья, вот есть Skyway, есть еще множество проектов, там, ICO проектов, там, блокчейн проектов, там, по криптовалюте проектов, огромное количество. И если вы хотите действительно иметь очень и очень много в финансовом плане, дорогие друзья, продвигайте прежде всего свой бренд, свой бренд. Не компанию даже, не продукт, не валюту, не технологию, продвигайте свой бренд. Если люди вас будут знать, значит, у вас все будет. Плохо или хорошо, запомните одну простую вещь. Всегда будет огромное количество людей, которые говорят, что вы супер, и огромное количество людей, которые будут говорить, что вы полный отстой, что вы ничего не стоите, вообще ничего не представляете и так далее. Но, если о вас говорят, это уже что-то значит. А вот если о вас никто ничего не говорит, значит, вы, ну, без обид, но никто и ничто. Ну, и по поводу того, что вы пишете, дорогие друзья, вот то, что анализ идет рынка криптовалют, что он оценивается, скоро уже оценивается, будет почти не в триллион, не то, что пузырь это или не пузырь. Вот здесь оценки надо делать очень аккуратно. И здесь есть, вот, ребята, у кого есть такой, там есть короткий, короткий ролик, к сожалению, я вот на этой платформе на нашей все никак не могу научиться, как ставить такие ролики. Там, где я вам сейчас скажу, значит, значит, сейчас секундочку, где Гондопас, Рячеслав Гондопас говорит, буквально там ролик 50 секунд, 50 секунд ролик, ну, где он как раз, он не просто говорит, а он как бы рассуждает о том, что, ребята, да, вот вы говорите так, что такое там биткоин, что такое биткоин, пузырь, что такое, это финансовая фиора, что такое биткоин, это ни о чем, что такое биткоин, это вообще полный отстой и так далее. И пока одни говорили о том, что это то, 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 это в сравнении со Скайвей, помните, да, я давно вам не показывал свою досточку. На следующем вебинаре я буду апеллировать цифрами. Так вот, на сегодняшний день аналитика, а во сколько раз это может вылиться, во сколько раз может увеличиться цена биткоина, а может не биткоин, а может и риппла, а может Даша, а может чего-то еще другое, во сколько, да никто толком не знает, никто не может, даже самый, если бы это был человек, который знает все, он был бы самым богатым человеком в мире. Но этого никто не может предсказать. Но в то же время, вот опять же, то, о чем говорил Юра, то, о чем говорил немножко я, о том, что не то, что знаки, а понимание, что меняется, мир меняется настолько стремительно, что мы, мы просто не успеваем за тем, чтобы все это охватывать. Я сегодня, кстати, установил, ребята, можете меня поздравить, я сегодня установил сам, без помощи Гузель, и без помощи моих молодых помощников, установил Телеграм. Телеграм. У кого есть Телеграм? Напишите, добавляйтесь ко мне в контакты в Телеграме. Телеграм. Я сегодня установил Телеграм сам. Для меня это супер. Почему? Потому что я такой консерватор. Вы знаете, я привык работать с людьми вживую. Вот для меня Скайп – это все. И Скайп имеет, конечно, огромное количество и преимуществ, и, наверное, ну, 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 и, наверное, каких-то отрицательных моментов. Но там можно поделиться экраном, можно много чего сделать. И, дорогие друзья, хотите вы этого или не хотите этого, но вот эти рабочие инструменты, они будут появляться все больше и больше и больше. И сегодня мы очень много поговорили, очень много о чем, как бы о чем и ни о чем. И завершая сегодняшнюю презентацию, сегодняшнюю конференцию, у меня будет, дорогие друзья, одно единственное пожелание. Откройте свои кабинеты, посмотрите, кто у вас, у вас зарегистрированные партнеры, но не сделал ни одной инвестиции, особенно тех, кто ни одной инвестиции не сделал. И еще раз с ними свяжитесь. Свяжитесь прямо сегодня. Свяжитесь. Пожалуйста, вот, вот, я не знаю, как еще вас умолять, упрашивать, заставлять, вот, выполнить эту работу, труднейшую работу, сидя на диване, в тепле, не таская мешки там, с углем или с чем-то еще. Просто свяжитесь с этими людьми и задайте вопрос. Вы у меня зарегистрировались, но вот, вот, понимаете, я вижу, что вы еще не сделали, то есть вы не приобрели ни одного пакета акций. А можно узнать, почему? И поговорите. Не придумывать ничего заумного, просто поговорить с людьми. Но от тех, у кого, дорогие друзья, есть дисконт 1,600, я просто в шоке, если вы не продолжаете инвестиции. И где вы находились, в головной компании, в фонде Хавратова Андрея Федоровича, в фонде Capital, 1,600, не просто держите, а накачивайте. Ну, не надо продавать квартиры, машины, и тещу закладывать ломбар. Но этот дисконт держите. Виктория, благодарю. Дорогие друзья, всем благодарим. С вами были сегодня Григорий Мирошенченко, Юрий Зубер, группа компании Skyway. И до встречи на следующем вебинаре. Ну, у нас с нами уже в пятницу, а завтра это Алексей Суходоев и Сибирьков Сергей Анатольевич ответят на многие вопросы, на которые мы сегодня и не могли ответить, и не должны были отвечать. Благодарим всех и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok